Мы с вами изучаем второе послание к Тимофею, и сегодня я хочу снова обратиться ко второму посланию Тимофея 3 главе, чтобы этот текст послужил отправной точкой для той истины, которую мы будем изучать. В прошлый раз мы подробно изучали 16-17 стихи, в которых сказано «Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Также в прошлый раз я отметил, что нельзя оставить этот текст без более обширного изучения темы Бога духовновенности Библии. Поэтому сегодня мы рассмотрим несколько других текстов Священного Писания, чтобы еще лучше понять, что значит иметь в руках Слово Живого Бога. Я очень надеюсь, что вы с почтением относитесь к Священному Писанию, и надеюсь, что вы чтите его не просто как какой-то амулет, а признаете Слово Божье наивысшей ценностью после самого Бога. Это его Слово, его откровение о себе. Меня часто спрашивают, почему я систематически проповедую каждую книгу главу за главой, почему я так много внимания уделяю деталям каждого стиха и каждой отдельной фразы, почему я стараюсь не упустить ни одного слова. И это потому, что я воспринимаю каждое Слово Библии как Слово самого Бога, открытое им для нас. В таком случае мне не приходится гадать, нужно ли нам изучать, нужно ли нам преподавать, нужно ли нам понимать эти слова. Именно потому, что мы верим, что Библия – это Слово Божье, мы здесь, в Церкви Благодать, посвящаем себя библейскому служению и методу разъяснительной проповеди. В Своей книге Бог явил нам самого себя. Читая слова Библии, вы читаете слова самого Бога. Эта поразительная реальность придает уверенность всему, что мы делаем. Кроме того, это осознание помогает нам быть послушными всему, чему учит Священное Писание. Итак, давайте поговорим о том, что значит все Писание Бога вдохновенно. Какой смысл заложен в этих словах? И попробуем заглянуть в несколько Писаний, то есть текстов из Библии, и углубить понимание этой фразы, а затем я поделюсь некоторыми мыслями, которые Господь положил мне на сердце. Давайте прочитаем послание к евреям, 1 главу, 1 и 2 стихи. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни Исии говорил нам в Сыне. Обратите особое внимание на этот текст. Я не претендую на то, чтобы разобраться во всех хитросплетениях этой фразы, но этот текст в своей простоте совершенно ясен и удивительно глубок. В этих словах заключена суть откровения. Слово откровение значит открыть, то есть сделать известным то, что было неизвестно, сделать явным, раскрыть истину, которая до сели была неизвестна. Бог открыл и явил самого себя. В прочитанном тексте мы видим, как происходило откровение. Бог говорил издревле, то есть давным-давно, и Бог говорил в эти последние дни. По сути, автор послания к евреям говорит, что Бог говорил дважды. Говорил давно, издревле, а в эти последние дни через Своего Сына. Полагаю, что мы вправе допустить, что здесь речь идет об откровении Ветхого Завета и Нового Завета. Издревле Бог обращался к пратцам евреям. Это были ветхозаветные пророки, принявшие Слово Божие при Ветхом Завете. Он говорил отцам через пророков многократно, по-гречески «полумерос», во многих книгах, принадлежащих разным литературным жанрам. Как вы знаете, в Ветхом Завете есть пятикнижья, пророческие книги, исторические и поэтические книги. И с помощью разных стилей, во всех разделах Библии, через различные книги, Бог постоянно говорил отцам, представителям израильского народа. Говорил посредством пророков. Кроме того, он говорил многообразно, по-гречески «полютропос». Это значит, что он являлся через видения и пророчества, в притчах и образах, через символы и церемонии, через Бог явления, а иногда сам говорил различимым голосом. Однажды он написал перстом на каменных скрижалях. Все многообразие, с которым Бог многократно обращался к Своему народу, было собрано в несколько книг, записано пророками и оставлено нам в наследство. Через Ветхий Завет Бог говорит. Я бы хотел, чтобы в этой сфере у нас была абсолютная ясность. Ветхий Завет – это не собрание мудрых высказываний древних людей. Ветхий Завет – это не собрание лучших сочинений религиозных мыслителей. Ветхий Завет – это не собрание истории и житья святых людей. Ветхий Завет – это Слово Божье. Это не просто мысли каких-то людей, пусть даже людей достойных, благочестивых, опытных и мудрых. Это Слово Бога. Автор послания к евреям говорит, что это Бог говорил. Ветхий Завет – это рассказ о том, как Бог из древля говорил отцам в пророках. И в эти последние дни, когда пришел Христос, Бог снова заговорил. Теперь Он говорит в Сыне. В Евангелиях Матфей, Марк, Лука и Иоанн пишут, как Бог говорил через Своего Сына. В книге Деяний Бог говорит через провозглашение вести Его Сына. В посланиях Бог говорит через осознание значения жизни и служения Божьего Сына. И даже книга Откровения – это итог Божьего обращения к миру, рассказ о наивысшей славе, в которой пребывает Сын. Итак, в Ветхом Завете Бог говорит и раскрывает самого Себя. В Новом Завете Бог говорит и являет Своего Сына. Тема Ветхого Завета – Откровение Бога. И в книге Бытие, в книге Малахи и во всех книгах между ними – главный герой – Бог. Это Откровение Бога о том, кто Он, каковы Его атрибуты, каково Его отношение к происходящему и как Он реагирует на ту ситуацию, в которой оказался человек. Ветхий Завет говорит о том, с чем можно сравнить Бога, что Он делает. И опять же, это не история человека, не история Израиля, хотя эти истории, конечно же, там присутствуют. Это Откровение Бога. Рассказ о том, как Бог являет Себя через человека, через историю, через Израиля, через все происшествия. Иногда, как это мы видим в книге Псалмов, очень ясно перечисляются Божьи атрибуты. Иногда мы видим те же атрибуты Бога даже без упоминания о Боге. Ну, например, в книге Исфире ни разу не употребляется слово «Бог». Но Он является не только главным персонажем, но и главным действующим лицом всей книги. Итак, Ветхий Завет – это Откровение Бога, данное человеку, чтобы показать, каков Бог, каков Он, что Он принимает, а что презирает, как Бог желает святости, как карает грех. В Новом же Завете Бог открывает Себя через Сына, в жизни Сына, в проповеди Сына, в понимании подвига Сына и в пришествии Сына для провозглашения Его Вечного Царства. Но в любом случае Бог говорит и в Ветхом, и в Новом Завете. Поэтому это не человеческие слова, это Слово Бога. Новозаветные авторы записали Слово Божие. И Иисус обещал им, «Я вам напомню все, я вас научу, я наставлю вас на всякую истину, я открою вам будущее». И, насколько мы знаем, Иисус исполнил Своё обещание, дав божественное вдохновение апостолам и другим авторам Нового Завета, чтобы они, подобно Ветхозаветным пророкам, записали Божье Слово. Итак, в руках мы держим не Слово человека, пусть даже религиозного, мудрого и благочестивого человека, мы держим Слово Божье. И посланник евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи, говорит о Божьем откровении о явлении Бога человеку. Но как же проходил процесс Божьего откровения? Давайте откроем 2 послание Петра, 1 главу, с 20 по 21 стихи, где написано, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, здесь мы с вами видим процесс Богодухновенности в действии. Слово «пророчество», 20 стих, имеет здесь общее значение вести, а не обязательное предсказание будущего. Итак, никакую весть в Писании невозможно разрешить по-гречески «эпилюсис», то есть «разъяснить самому». И что же это значит? Слово «разрешить» может также означать «отпустить». И это было бы самым точным переводом этого термина. Никакую весть в Писании человек сам по себе не может отпустить или разрешить. Некоторые богословы предлагают перевести этот термин словом «откровение». И таким образом, этот стих звучал бы как «никакую весть в Писании нельзя считать вопросом чьего-то вдохновения». И означало бы это, что библейские тексты не исходят от авторов, чья религиозная гениальность позволяла бы сказать, что они имеют особое вдохновение. Слово «пророчество» стоит в родительном падеже. И это предполагает, что Петр говорит об источнике происхождения Священного Писания, а не толковании библейских текстов. По сути, Петр говорит, никакое пророчество в Писании не может родиться в разуме человека. Иными словами, никакая библейская весть, абсолютно никакая, не происходит от человека. 21 стих подчеркивает, что слова Священного Писания – это не продукт человеческой воли. Но мужи, вводимые Святым Духом, говорили от Бога. Человеки, как мы читаем, будучи движимы Духом Святым, и здесь сказано очень точно и ясно, никогда пророчество не было произносимо. Глагол «феро» стоит в форме пассивного индикативного аориста. Он означает «носить», «передавать», «двигать», «представлять», «производить», «выносить вперед». Никогда, никакая весть не была носима, передаваема, движима, представляема, производима, выносима вперед действием человеческой воли. Действия выполняли некие люди. И они выполняли это, будучи движимы Духом Святым, чтобы говорить от Бога. Их наполнял Святой Дух. Они словно подставили паруса под свежий ветер, который и носил их по морю. Дух Божий надувал эти паруса и носил их по волнам. Примерно так происходил процесс написания Библии. Содержание Библии – это откровение. Процесс, сопровождавший запись этого откровения, называется «богодухновение». И это не человеческая деятельность даже с высоким уровнем религиозности. Безусловно, люди, или, как сказано, человеки, о которых идет речь, участвовали в этом процессе, но не они инициировали его. И конечный результат – это не результат их желаний. Они были движимы Святым Духом, который допустил им говорить от Бога. Они говорили Божьи слова. Бог употреблял их. И в этих писаниях сохранилась их личность. Там видно их происхождение, их личные мысли, переживания, восприятия. Но каждое слово было Словом Божьим. И в этом заключено чудо Богодухновенности. Люди, движимые Святым Духом, произносили пророчество от Бога. Так говорит Священное Писание. Итак, когда вы берете в руки Библию, вы читаете не человеческие слова, а Слово Божье, записанное людьми, движимыми силой Святого Духа. При этом сами люди не теряли ни своей личности, ни опыта, ни особенностей языка, ни своей сердечной ревности, ни своих побуждений. Все это Святой Дух употребил в своем водительстве, и ни одна истина не была искажена. Так что каждое слово в этих писаниях – это Слово Божье. Это великое животворное чудо. Итак, Бог говорил в Ветхом Завете отцам через пророков многократно и многообразно. В Новом Завете Бог говорил о Своем Сыне, в Евангелиях, затем в оставшейся части Нового Завета Он говорил о Сыне. И метод, с помощью которого Бог дал свое откровение, называется «Богодухновенностью». Он вложил свое откровение в руки людей, которые провозглашали, а потом записали эти слова, будучи поддержаны, укреплены и движимы Святым Духом. Конечно же, люди принимали активное участие, но ни одно слово Божье в откровении не было повреждено. Все писание, по-гречески «пасографе», то есть все записанные Божьи слова Богу духовенны, «цеопнустос», дословно «выдохнуто Богом». В Библии написано «по вдохновению Божьему». В послании к римлянам 3 главе 2 стихе Павел, описывая преимущество Израиля, который был отделен от прочих народов, среди на важнейших преимуществ называет тот факт, что израильтянам было вверено слово Божье. Прекрасным примером может послужить пророк Иеремия. Бог призвал его еще до рождения, и он пишет, «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал, «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста Твои». Не правда ли замечательный образ? Бог вложил свои слова в уста пророку. Такое же обетование Он дал и всем другим пророкам. Все Писание Бога Духновенно. И мы с вами понимаем это. Мы признаем божественную уникальность Библии. Несмотря на то, что официально Церковь полностью утвердила канон Писания лишь в 393 году на соборе в Гиппонии, а затем подтвердила в 397 году на соборе в Карфагене, верующие христиане признали библейские книги значительно раньше. Церковь не изобрела библейский канон. Точно так же, как и Ньютон не изобрел закон гравитации. Ньютон лишь открыл закон гравитации, который изобрел Бог, так же и Церковь еще в ранние годы открыла Богодухновенные документы, написанные самим Богом. Прошло некоторое время, пока официальное руководство Церкви официально провозгласило канон Писания. Но для ранней Церкви было и так ясно, что было Словом Божьим, а что не было. Все ошибочные книги, которых было огромнейшее множество, великое множество, были отвергнуты. А Слово Божье осталось Словом Божьим. Бог – автор Священного Писания. Более того, в Библии слова «Писание» и «Бог» часто взаимозаменяемы. Например, апостол Павел пишет в послании Галатам, 3 главе, 8 стихе. «И Писание, провидя, что Бог веру и оправдает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы». В данном случае Писание предвозвестило Аврааму, что все народы благословятся в нем. Если же обратиться к книге Бытие, 12 главе, 1, 2, 3 стихам, то там сказал Господь Аврааму «И благословятся в тебе все племена земные». На самом деле это одно и то же. Что говорит Бог, тоже говорит и Писание. Что говорит Писание, тоже говорит и Бог. В книге Деяния, 13 главе, с 32 по 35 стихи в проповеди апостола Павла мы читаем замечательнейшую фразу. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано. Ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так. Я дам вам милости, обещанные Давиду». Верно? Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Иными словами, Бог говорит в псалмах. Апостол Павел в своей проповеди подтверждает этот посыл. Что говорят псалмы, то говорит Бог. В послании к Римлям, 9 главе, 17 стихе Павел пишет. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». На самом деле эти слова говорило не Писание, не Ветхий Завет. Эти слова говорил сам Бог. Но когда говорит Бог, тогда говорит Писание. А когда говорит Писание, тогда говорит Бог. Бог вдохнул в библейских авторов свое откровение, а те записали его слово в слово. С другой стороны, мы должны понимать, что это не был диктант. Они не просто слышали слова и механически переписывали их. Эти слова проходили через сердце, через душу, разум, эмоции, через их переживания. Но при этом каждое слово, слетавшее с их уст или выходившее из-под их пера, было словом самого Бога. Он вдохнул эти слова в них, и тогда, движимые Святым Духом, они произнесли слова, а некоторые записали их. Это чудесный, сверхъестественный, необъяснимый процесс, который приносит нам Слово Божие. Чтобы проиллюстрировать основную идею еще раз, посмотрим на этот момент с другой стороны. Когда мы говорим о Богодохновенности Библии, мы не подразумеваем, что какие-то определенные люди достигли религиозной гениальности, достигли высочайшего уровня человеческих способностей. В мире великое множество таких людей. Есть гениальные музыканты, своей замечательной игрой затмевшие даже лучших представителей человечества. Были гениальные литераторы, прозаики и поэты. Были великие авторы, обладающие огромным талантом. И говоря о них, мы отмечаем вдохновение, с которым великие музыканты, или писатели, или мыслители и другие сочиняют свои великие произведения. Библейское же вдохновение совершенно отличается. Никто из людей, даже тех, кого можно было бы назвать религиозным гением, был не способен написать книгу Библию. Тексты Священного Писания они написали лишь только тогда, когда Бог давал им говорить и писать свои слова. А Дух Божий направлял их. Кстати, они больше не оставили нам никаких других своих произведений. Если бы Петр достиг высочайшего уровня гениальности и имел особое вдохновение, почему тогда нет других его произведений? Почему не были изданы его мемуары? Почему нет сборников его сочинений? Почему он не написал ни одной другой книги? Сами авторы книг Библии говорили, что написанное имя на самом деле было написано самим Богом, а не ими. Мне самому любопытно, почему они пишут с такой непонятной претензией на непогрешимость. В своих книгах они говорят, что пишут Божьи слова, и при этом никогда не давали себе в этом отчет. Ведь большинство из авторов библейских книг – это необразованные и неискушенные люди. В то же время они дерзновенно, и мы находим это более четырех тысяч раз, они дерзновенно провозглашают и утверждают, что из их уст исходит Слово Божье, и ни разу не переписывают его себе. Никто из них не оправдывается, не говорит, «Ну, знаете, это Слово Божье, я знаю, что в это трудно поверить, но я передаю вам точное Слово Божье, поверьте мне, честное Слово, я не вру». В Библии никогда не услышим подобных оправданий. И все же, несмотря на отсутствие большинства из них серьезного образования или высокого ранга по земным меркам, они написали глубокие, содержательные, вечные и сверхъестественные книги в жанрах мудрости, пророчеств будущих событий, и все это в точности исполнилось. Они писали о природе, о характере Бога, о вечных целях Бога и о том, как эти цели исполняются. Все, что они написали, было абсолютной истиной. И они с дерзновением называют эти слова Божьими словами, в то же время ни разу не переписывая это дерзновение самим себе. Они сами считали эти слова Словом Божьим, поэтому так и записали его. И это просто поразительно. Иаков так описывает авторитет Священного Писания. В послании Иакова 4 главе 5 стихе он говорит, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание?» Божье слово имеет авторитет. Павел говорит в послании к Римлянам 7 главе, что закон свят, справедлив, добр. Он подразумевает закон Ветхого Завета. Авторы Нового Завета, как и Ветхозаветные пророки, подтвердили, что писали слова Божьи. В Новом Завете присутствует примерно 320 точных цитат из Ветхого Завета и около тысячи заключений, сделанных на его основе. Кроме того, они верят, что тот Новый Завет, который они сами пишут, Бога духовен. Они знали, что пишут Слово Божье. И снова, дело не в уровне человеческой гениальности. Они были движимы Святым Духом. Иначе они никогда не смогли бы написать эти слова. Мы знаем также, некоторые люди утверждают, ну да, Библия богодухновенна в том смысле, что богодухновенные идеи, но не конкретные же слова. Вы знаете, я много раз и много лет имел дело с такими людьми. Они думают, что авторы библейских текстов были озарены некими великими религиозными идеями. И эти великие религиозные идеи они записали своими словами. И, соответственно, в Библии записаны не сами слова Божьи, а нужно искать только главную идею. Не нужно искать смысла каждого слова. Ищите просто главную идею. А слова это всего лишь детали, на которые не стоит обращать особого внимания. И как бы в подтверждение этого тезиса они выдвигают стих, который говорит, Дух животворит, а буквы убивает. Но мне хотелось бы спросить, как можно передать идею без слов? Я просто не понимаю, как это возможно. Если бы вы были Богом, как бы вы передали идею без слов? На самом деле это бессмысленно. Моисей хотел отказаться быть Божьим глашатым, оправдываясь, что он не слишком красноречив, но Бог не сказал ему тогда, «Ну, я буду с разумом твоим и научу тебя, что думать». Он сказал, «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Исаев, в шестой главе книги Исаии говорит, «И услышал я голос Господа говорящего, и сказал он, «Подойди и скажи этому народу». Иеремия также пишет в книге Иеремии 1 главе, в 4 стихе, «И было ко мне слово Господне». Иезекииль так передает слова Бога. И он сказал мне, «Сын человеческий, «Я посылаю тебя к сынам Израилевым. Все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Посмотрите, друзья, слова, а не мысли без слов. Амос, отвечая Амосе, утверждает, «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирался к Амуре, но Господь взял меня от овец и сказал мне, «Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Обратившись по дороге в Дамаск к Христу, Саул пришел к Анане и услышал. Книга Деяния 22 глава, «Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Бог призвал Павла слышать Господа и говорить о том, что слышал. Иоанн в книге Откровения в первой главе повествует, «Я был в духе день воскресный, слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Даже сам Христос, слово, ставшее плотью, говорит, что получил свои слова от Отца. В книге пророка Исаия в 49 главе так сказано о Христе, «Господь соделал уста мои, как острый меч», а в 50 главе 4 стихе «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Бог научил Христа, какие слова говорить. Сама идея о том, что можно иметь мысли без слов, просто неразумна. О мыслях без слов судить так же бессмысленно, как о мелодии без нот, или о музыке без мелодии, о солнце без света, о числах без цифр, о геологии без камней, или антропологии без человека. На самом деле, друзья, все совсем наоборот. Посмотрите на один интересный принцип в первом послании Петра, первой главе, в 10 и 11 стихах. Петр говорит о том, как ветхозаветные пророки записывали истину о Мессии. И мы читаем, «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов». Пророки были движимы Святым Духом для того, чтобы говорить и писать о Мессии. В то время, как они говорили и писали о Мессии, они проводили тщательные исследования и изыскания, чтобы понять, о чем они говорят. Таким образом, Библия не только не учит о мыслях без слов. Писание свидетельствует, что иногда Бог давал слова без мыслей. При этом я не говорю, что ветхозаветные авторы писали бездумно и механически под диктовку, но в некоторых случаях им пришлось писать то, что в тот момент они не могли до конца понять. Они записывали не собственные гениальные изречения, а слова самого Бога, независимо от того, понимали ли они полностью эти слова или нет. Вот почему в Евангелии от Матфея 24 главе в 35 стихе Иисус говорит, небо и земля придут, но слова мои не придут. И, кстати, не мысли, а слова. Иногда мы слышим такие речи. Ну, хорошо, Библия богодухновенна. Библия богодухновенна, когда речь идет о вопросах религии, но в светских-то вопросах, например, в вопросах истории или географии, говорить о богодухновенности не приходится. И вы знаете, периодически приходится возражать тем, кто говорит, что в библейской истории и географии присутствуют ошибки, что вопросы естествознания в Библии передаются неверно, в то время как в духовных вопросах Библия богодухновенна. Это то же самое, что сказать, что Бог специалист по религиозным вопросам, но в других областях он не справляется, ему нужна помощь, как будто он не разбирается в других областях знаний. Естественно, что на этом основании критики Библии совершают на нее нападки. Я бы хотел привести несколько любопытных примеров. В книге Иисуса Новина, начиная с 12 стиха 10 главы, говорится, что остановилось солнце и луна стояла, доколе народ умстил врагам своим. Противники Библии много лет смеялись и издевались над этими словами, говоря, что такое выражение абсолютно ненаучно. Ведь если земля и солнце находятся в неизменных отношениях, то стояло не солнце, а земля. Соответственно, говорят они, Библия ненаучна. Но если бы вы были на том месте в то время, вы бы сказали, что именно солнце остановилось. Да и сам критик, проснувшись поутру и встав с постели, выглянет в окно и скажет, какой замечательный восход солнца. Но ведь это не восход солнца. Но почему нас не удивляет, что никто из людей не говорит, какое восхитительное вращение земли вокруг своей оси. А луне тоже так никто не скажет. То есть мы сами говорим и не замечаем подобных высказываний. Часто можно услышать о людях, живущих в южном полушарии, что они как бы находятся у нас под ногами, что они ходят кверх ногами. Разве они живут под нами? А выражение со всех концов земли? Разве у земли есть концы? Это всего лишь образные выражения. Часто термины, которые мы употребляем с человеческой точки зрения, совершенно необязательно должны означать точное описание технических элементов или какие-то научные данные. Еще один интересный случай записан в 4 книге царств 18 главе, где ассирийский царь Синахирим наложил дань на иудейского царя Езекию. И дань была 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Об этом сказано в 14 стихе 18 главы. На первый взгляд здесь нет ничего примечательного. Но когда археологи обнаружили ассирийские свитки, оживились критики Библии. В записях самого Синахирима говорилось, что дань Езекии составляла 800 талантов серебра, а не 300. И это дало повод скептикам сказать, ага, вот в этой области Библия показывает свою несостоятельность. Там просто не обращают внимания на мало деталей. Однако, дальнейшие археологические исследования показали, что метод исчисления таланта золота в Иудее и Сирии совпадал, а вот метод исчисления таланта серебра отличался. В результате иудейский талант настолько отличался от сирийского, что на 300 еврейских талантов приходилось ровно 800 сирийских. Именно так, как говорит Библия. Священное писание было написано по-еврейски, а Синахирим писал по-сирийски. Можно привести еще один пример, впрочем, можно приводить множество примеров, где на первый поверхностный взгляд Библия ошибается. Все совершенно меняется, если изучить библейское повествование более внимательно. И такой пример можно найти в 4-й книге Моисеева и книге Чисел. В книге Чисел в 11 главе в 31 стихе сказано «И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана на два почти локтя от земли». Израильтяне во время блуждания по Синайской пустыне возраптали на Господа и на Моисея. Им надоело питаться одной манной и захотелось мясо. Господь исполнил их желание, послав сильный ветер, который принес множество перепелов. Эти перепела оказались около стана израильтян на день пути по каждую сторону. Иными словами, перепелов было великое множество не только в самом стане, но и на достаточно большом расстоянии от него. И перепелов было много не только на расстоянии дня пути по каждую сторону от стана, но и на два почти локтя от земли. Локоть – это мера длины от локтя до кисти человека, примерно 45 см. И вот один из критиков решил провести расчет. Если перепелы были набросаны на расстояние на день пути по каждую сторону от израильского стана высотой почти в метр, то получится 19 триллионов 538 миллиардов 468 миллионов 360 тысяч 672 птицы. Естественно, что такие числа вызывают смех. 19,5 триллионов перепелов навалились друг на друга. Естественно, в это никто не поверит. Но это лишь подчеркнуло невежество критиков. Еврейский текст совсем не говорит, что перепелы были набросаны друг на друга на таком расстоянии грудой вышиной почти в метр. Еврейский текст говорит, что Господь навел великий ветер, который принес перепелов из долины Нила, и птицы, налетевшие на Синай, летели на высоте двух локтей от земли. Обычно перепелы не летают так низко, порхая на высоте около метра над землей. Их принес сильный ветер, который навел Бог. Так израильтяне могли легко схватить птицу руками или ударить палкой по голове. И перепелы летели на уровне вытянутой руки, и каждый израильтянен мог набрать себе перепелов, сколько хотел. Вы знаете, о чем бы ни говорила Библия. О науке, истории, математике. Все это Слово Божье. А Бог не совершает ошибок. Соответственно, Его Слово безошибочно. Критики желают посмеяться над Священным Писанием, но Библия остается достоверной с научной точки зрения и содержит основополагающие принципы науки. Возьмем, к примеру, пять основных принципов естествознания, высказанных Гербертом Спенсером, умершим в 1903 году. Герберт Спенсер обнаружил, что все существующее в мире можно свести к пяти категориям. Эти категории – время, сила, действие, пространство и материя. Все существующее во Вселенной соответствует этим пяти принципам. Это своего рода матрица бытия. Герберта Спенсера превозносили и считали гением за открытие этого закона. Он умер в 1903 году в лучах славы. Но он так и не понял, что эта матрица уже была высказана в Библии. В самом первом стихе мы читаем. В начале – это время. Сотворил – это действие. Бог – это сила. Небо – это пространство. И землю – это материя. Вся матрица бытия была заложена в первом стихе Библии. Вся Вселенная – это продолжение времени, действия, силы, пространства и материи. Что-то одно не может существовать без четырех остальных. Все категории должны существовать одновременно. Вся наука должна вмещаться в эту матрицу. И ни один ее элемент не может отсутствовать, иначе не будет того, что сегодня мы называем бытием. С тех пор, как была создана Вселенная, ее процессы были задуманы так, чтобы действовать упорядоченно. А материя и энергия поддерживают друг друга так, что никакого дополнительного сотворения не требуется. Когда сотворены время, сила, действия, пространство и материя, больше ничего уже творить не нужно. И в книге «Бытие» 2 главе 2 стихе говорится, что Бог завершил все дела, потому что Он их сделал. И больше не нужно было ничего делать. С тех пор больше не было никакого сотворения. Бог сразу сотворил всю необходимую матрицу. И такое полное прекращение творческой деятельности получило в научных кругах название первого закона термодинамики – закон о сохранении массы и энергии. В разработке этого закона особое внимание уделил Эйнштейн. Это самый основополагающий закон всех научных принципов, и он присутствует в Слове Божьем. Господь завершил творение. Он совершил все творение сразу, целиком и полностью. И теперь творение способно сохранить само себя по своей природе. Второй закон термодинамики – закон постепенного упадка. То есть творение, находящееся в вышеозначенной матрице, изнашивается, разлагается и в конечном итоге обречено на смерть. Это мы видим наяву своими глазами, и в послании к Риму на 8 главе 22-23 стихе сказано «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая усыновления и искупления». Все творение ожидает, когда же будет снято проклятие. Наука не способна дать ответ, почему действует второй закон термодинамики. Она не может объяснить, почему все приходит в упадок, почему все творение ожидает смерть. И только Библия дает простое объяснение действия этого закона коротким словом – грех. При этом человек, не верящий в грех, не имеет права даже наполовину назвать себя ученым, потому что иначе нельзя объяснить природу матрицы Вселенной. Дорогие друзья, Библия достоверна по любому вопросу, о котором она говорит. В том числе и в том, что Господь повесил землю ни на чем. О чем бы вы ни говорили – о геологии или геодезии, о метеорологии или физиологии, о биологии или антропологии, об астрономии или о гидрологии. Обо всем, о чем говорит Библия, она достоверна. Наконец, давайте обратим внимание на библейские пророчества. Ну, к примеру, возьмем пророчество и Езекиилия, записанное с 26 по 28 главы. Мы увидим, насколько достоверно библейское пророчество с точки зрения истории. Господь обращается к Езекиилию и повелевает сказать пророчество о разрушении Тира. Тир – укрепленный город, один из главных городов на Финикийском побережье. И вот было слово Господне к Езекиилю. Сын человеческий. За то, что Тир говорит о Иерусалиме. «А, а, он сокрушен, врата народа. Он обращается ко мне, наполнюсь. А он опустошен. Зато так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымет из него прах его, и сделаю его голую скалу. Местом для расстилания сетей будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищении народом. А дочери его, которые на земле убиты, будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я приведу против Тира от северного худоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и со многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом, и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушат секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в рота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повернет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьет красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голую скалую. Будешь местом для растилания сетей. Не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру, от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова. Тириане насмехались над бедствием Иерусалима, и за это Господь обещает навести бедствие на них самих. Описание этого разрушения не похоже на обычное пророчество. В нем присутствует множество деталей. Тир, мощная финикийская крепость, еще с седьмого века до Рождества Христова этот город главенствовал в Финикии. Массивные стены города достигали пятьдесят метров в вышину и три метра в ширину. В то время, когда Иисус Навин ввел израильский народ в Ханаан, Тир процветал. Его царь Хирам I был царем, оказавшим большую помощь Давиду в постройке царского дворца, а также поставил множество стройматериалов для постройки храма. А позже при Соломоне стал основным поставщиком при строительстве святилища Бога. Через три года после того, как Иезекиль произнес пророчество против Тира, Новохудоносор обложил город Осадой. Осада длилась тринадцать лет. Для того, чтобы завоевать укрепленный город, нужно было отрезать его от внешнего снабжения. И жители просто умирали от голода. Новохудоносору пришлось удерживать город в Осаде тринадцать лет, с пятьдесят восемьдесят пятого года до пятьсот семьдесят третьего года до Рождества Христова. Когда, наконец, обессилевшие жители города сдались, и победоносный Вавилонский царь разрушил стены и башни поверженного города, и исполнил то, о чем пророчествовал Иезекиль, но при этом он не читал его пророчеств. И мы знаем, Новохудоносор вошел в город, но не смог забрать ни одного трофея. Он надеялся вынести из города много добычи, но теряне забрали весь свой скар. Они были мореплавателями, и на судах защитника города вывезли все на остров примерно в километре от берега. Поэтому, как сказал Иезекиль, ни ему, ни войску нет вознаграждения от тира за работу, которую он потребил против него. Именно так все и произошло. Когда Новохудоносор вошел в город, все ценные вещи были переправлены на остров, а у Вавилонского царя не было военно-морских сил, чтобы захватить остров, который впоследствии стал новым городом. Тогда исполнилась лишь та часть пророчества Иезекиля, которая повествует о Новохудоносоре, о том, что будут разрушены стены, что город будет опустошен, а жители убиты, что царь не сможет захватить добычу. Но полностью это пророчество еще не исполнилось. Руины старого города еще оставались, и камни, когда-то составлявшие стены зданий, были на своих местах. Но интересно, через 250 лет к тиру подошел 24-летний полководец из Македонии по имени Александр с 33-тысячной пехотой и 15-тысячной кавалерией. Он только что завоевал Персию и направлялся в Египет. Ему нужно было продовольствие. Поэтому он обратился к тирянам, в то время жившим на острове с требованием, чтобы они снабжали всем необходимым, как войско, так и коней. Гордые тиряне ответили на это, что служить Александру продовольствием они не намерены, и силы взять остров ему не удастся, потому что у греков нет флота. Александру эта мысль не понравилась, а злить его было чревато последствиями. Тиряне были правы, у него не было флота, поэтому он сделал то, о чем пророчествовал и Езекииль. Пророк говорил, что город станет голой скалой, а камни его будут брошены в море. Какой завоеватель здравого уме станет так поступать? Зачем тратить время на сбор камней и выбрасывание их в море? И камни твои, и землю твою бросят в море, сказано в пророчестве, но зачем? Но именно так все и произошло. Так сделал Александр Македонский. Из обломков зданий и строительного мусора он выстроил дамбу шириной в 60 метров и длиной около километра от материка до острова. К этому моменту город Тир был укрепленным островом, его стены подступали к самому морю, и царь понял, что для успешной осады города ему нужно будет преодолеть эти стены. Поэтому он построил две сторожевые башни высотой в 55 метров или 20 этажей. Наверху этих башен располагались стрелки, и с этих башен можно было спустить мост. В конечном итоге, когда завоеватели подобрались к стенам города, они спустили мосты и вошли в город. Естественно, что при этом велись ожесточенные бои, защитники города постоянно совершали вылазки против захватчиков, а те использовали невидные до тех пор орудия, которые мы называем черепахой, представлявшие своего рода щит для обороны строителей дамбы. Все строительство заняло семь месяцев, после чего Александр вошел в город, убил восемь тысяч тирян, затем казнил еще семь тысяч, а тридцать тысяч продал в рабство. И вы знаете, так исполнилось пророчество Езекииля до мельчайших подробностей. Город Иерусалим, над которым насмехался Тир, был отстроен заново семнадцать раз. Тир был разрушен окончательно и на том месте больше никогда не отстраивался. Вы можете посетить это место сегодня. Вы увидите голую скалу, на которой сушат все эти рыбаки, как и было предсказано пророкам. Вы знаете, шансов на то, что это произошло случайно, один из семидесяти пяти миллионов. У Тира также был еще один город по братим Сидун. Ему также было сказано пророчество. Это пророчество мы читаем в книге Иезекилия 28 главе с 22 по 23 стихи. «И скажи, вот я на тебя, Сидун, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него муровую язву, и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитым мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь». Бог обещает превратить город в кровавую бойню. Сидун, находящийся примерно в 30 километрах к северу от Тира, был центром поклонения Ваалу. И пророчество говорит, что город будет потоплен в крови от меча. Но Бог не обещает полностью разрушить город. И вы знаете, так и произошло. Было и кровопролитие, и моровая язва, и меч пожирал жителей. Город был ни раз, ни два окружен и осажден, но все же он не исчез и стоит до сих пор. Сегодня он с 351 года до Рождества Христова в нем царствовали персы. Город был осажден после того, как в нем вспыхнул бунт. Надежда на спасение Сидун исчезла. Персы были полны решимости захватить город. Но 40 тысяч жителей решили лучше умереть, нежели оказаться в руках захватчиков, поэтому они и сами зажгли город и сгорели заживо вместе с домами. Снова и снова по улицам города текла кровь. Трижды этот город был захвачен крестоносцами, еще трижды мусульманами. В 1940 году его бомбили объединенные силы Британии, Франции, Турции, но город сохранился и по сей день. Бог не обещал его разрушить дотла, поэтому он стоит и сегодня. Внимательно изучая Библию, можно увидеть, насколько достоверно были предсказаны исторические события. Иезекииль в 30 главе предсказал разрушение Египта, Наум в 1 главе разрушение Ниневии, Исаия в 13 главе разрушение Вавилона, Осия в 13 главе разрушения Самарии, Иезекииль в 25 главе разрушения Моава и Омона. Математик Питер Стоунер вычислил вероятность случайного совпадения осуществления 11 библейских пророчеств, И у него получился один шанс из 5,76 умноженных на 10 в 59 степени. Сколько это? Не знаю. Мне даже сложно представить, как это можно вычислить. Стоунер говорит, что если во всей Селене есть 2 триллиона галактик, а в каждой галактике по 100 миллионов звезд, то собрав все звезды и умножив на 200 тысяч, мы получим расстояние, на которое можно выложить столько монет. Просто невообразимое число. Просто так случайно такое не происходит. Поэтому, если вы видите, что Библия говорит о естествознании, географии или истории, то все детали в ней достоверны. Итак, у нас в руках Слово Божие. Какую пользу мы можем из этого извлечь? Вернемся к тому тексту, который мы читали в самом начале. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Поразительно. У нас есть не только Божье Слово, но Божье Слово, способное наилучшим образом приготовить нас ко всякому доброму делу. Одно доброе Слово от Бога было бы уже хорошо, но у нас есть Слово Божье, изменяющее жизнь. Как же мы должны поступать с этим Словом? Прежде всего, поверить. Во-вторых, изучать. В-третьих, почитать. В-четвертых, любить. Давид в 118-м Соломе, в 27-м стихе пишет, «Как люблю я закон твой весь день размышляю о нем». В-пятых, мы должны слушать и исполнять заповеди данные в нем. В-шестых, мы должны сражаться за него. Иуда в своем послании в третьем стихе пишет, «Подвизаться за веру однажды преданную святым». И, наконец, в-седьмых, проповедовать его. Второй Тимофея 4-2 «Проповедуй Слово». Знаете ли вы, что за свою жизнь вы съедаете около 150 голов скота? А может и больше. Кроме того, вы съедаете около 3000 кур, 250 овец, более 300 свиней, одной только грудинки. Помимо этого, один человек съедает столько пшеницы, сколько можно собрать с 10 гектаров полей. Плюс еще 20 гектаров фруктов и овощей. Знаете, что сказал Иисус? «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Друзья, пока вы съедаете все это морепродуктов, уделите немного времени этой книге. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы будем жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы просто поражены знанием, что это и есть наша Библия. Слова, исходящие из уст Божьих. Слова Бога, который не только знает историю, но который и пишет ее. Который не только понимает науку, но который сотворил ее. Который не только понимает духовность, но и Сам является ею. Господь, это настоящее сокровище. Помоги нам любить Твое Слово. Помоги нам почитать Твое Слово, верить Твоему Слову, изучать Твое Слово, защищать Твое Слово, провозглашать Твое Слово. Сделай нас народом, любящим Твою книгу, чтобы, питая себя хлебом насущным, мы в реальности жили всяким словом, исходящим из уст Твоих. Господи, помоги нам быть верным в посвящении себя Твоему Слову, ведь это Твое откровение. Мы стремимся познать Тебя. Дай нам осознать, что познание Тебя возможно лишь через познание Твоего Слова, а также через испытания и жизненные переживания, в которых мы применяем это Слово. Восполни нужду каждого сердца во имя Христа. Аминь. Продолжение следует...